Практическая психология А вот с точки зрения медицины, я пригласила Бибякину Наталью, заместитель главного врача по педиатрии, врач-педиатр и кандидат медицинских наук Лечебно-диагностического центра Вере. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно, спасибо, что пригласили. Скажите, Наташа, вы не только врач, не только кандидат медицинских наук, но вы еще, наверное, и мама. Да, я мама троих детей. Отлично. То есть на практике знаете, что такое воспитывать этих самых трех очаровательных детей? К счастью, да. К счастью. Итак, начнем, наверное, с самого такого этапа, когда беззаботное детство заканчивается у ребенка, детский садик позади, и у нас впереди первый класс. И вот здесь начинается самая первая, наверное, такая стрессовая ступенька и для родителей, и для ребенка. Это хочется найти хорошего учителя, хочется найти хорошую школу, и родители начинают искать лицей, не лицей, просто школа, школы развития дополнительные, еще что-то. Как вот в этом случае сказываются амбиции родителей на состояние здоровья вот этих самых неокрепших еще совсем детей? Ну, мне бы хотелось в первую очередь сказать о том, что перед поступлением детей в школу дети должны обязательно пройти диспансеризацию, так называемую, и медицинские осмотры нескольких специалистов. В том числе, естественно, это педиатр, утреноларинголог, невролог, врач-психиатр или психотерапевт и еще некоторые другие специалисты, которые смогут оценить подготовку именно с точки зрения состояния здоровья, подготовку ребенка к школе. Если в результате исследования мы увидим, что физический ребенок в школе готов, здесь уже наступает момент второй, именно момент психологической подготовки ребенка к школе. Да, действительно. И тогда мы сначала смотрим, как развита именно интеллектуальная сфера, эмоциональная сфера. И вот мне очень нравится вот этот элементарнейший тест, который немногие дети на самом деле проходят, когда учитель первый спрашивает ребенка, ты хочешь учиться? И все дети говорят, нет. Нет, но ведь родители им сто раз говорили, когда будут спрашивать учитель, ты должен сказать, что учиться ты очень хочешь, потому что это и как раз и является показателем того, что ты готов мотивационно к процессу обучения. Ну, натасканные родителями, педагогами дети, тем не менее, отправляются в этот первый класс. Итак, вот сейчас у нас уже у родителей известно, уже тогда немножко успокоилось, первоклассники уже знают, в какую они пойдут школу, они уже некоторые даже встречались со своей первоучительницей, уже, можно сказать, закуплены там многие-многие канцелярские принадлежности, отремонтированы классы. Но что необходимо еще сделать родителям, да, чтобы ребенок был, ну, легко вошел вот в этот, на следующую эту ступеньку первого класса? Если после профилактического осмотра мы видим, что ребенок готов к школе, и, как правило, многие дети при поступлении в школу еще не имеют серьезных диагнозов. Это радует, да? И имеют первую, но реже вторую группу здоровья, как правило, таких детей больше, то, согласно нашей медицинской статистике, к средней школе наши дети уже подходят с, имея множество заболеваний. И основные три болезни школьников, о которых нужно помнить, на которые нужно обращать внимание, это близорукость, нарушение дозрения, это искривление позвоночника или нарушение осанки, сколиотическая осанка, и те самые гастриты, которые сопровождаются болью у детей в животе. И очень часто родители к нам обращаются в семейную клинику с тем, чтобы деферцировать причину этой боли. Вот здесь в понятии школьно обусловленных изменений, нарушений, мы, врачи, выделяем школьно обусловленное функциональное нарушение и школьно обусловленные болезни. Если первое – это функциональное нарушение, они являются обратимыми, и если не предпринимать никаких профилактических мер, выявив их, то они будут переводиться, уже переходить в школьно обусловленные болезни. И это сколиоз, это миопия и пограничные психические расстройства, либо стадия функциональных нарушений, либо уже выраженных. Вот смотрите, получается так, ребёнок регулярно питается, он хорошо развивается в детском садике. И как только мы делаем вот эту ступеньку следующую в школе, то вот здесь начинаются вот эти сбои. Сбои, а я всегда склонна, поэтому, наверное, я и психолог семейный, видеть, что у нас сначала реагирует душа, а потом за душой идёт уже и тело. Психосоматические состояния на сегодняшний день, пожалуй, занимают одной из ведущих позиций в формировании более серьёзных заболеваний у детей. Вот давайте сейчас с точки зрения врача оценим. Вот приходят родители и говорят, ребёнок всё время жалуется на боли в животе, в желудке, да? И вы сначала что делаете? Каким образом вы ставите, что это психосоматика? Ну, вообще, когда у детей начинает болеть живот, здесь мы выделяем, ну, две причины. Вот ещё лет 20 назад учёные открыли, что в большинстве случаев воспаление слизистой оболочки желудка или гастрит провоцирует бактерия хеликобактер пилори. В 2005 году австралийские учёные получили Нобелевскую премию за работу по изучению влияния бактерий хеликобактер пилори на возникновение гастрита и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Вообще, эта древняя бактерия с незапамятных времён преследует человека, но у нас есть предположение, что раньше она была для нас не столь опасной, но сейчас, когда сопротивляемость наших организмов ослабла под влиянием и плохой экологии, и насыщенной синтетическими добавками пищи, бактерия может привести большой вред в том числе и детям. Причём первичное поражение хеликобактером обычно происходит в семье, когда ребёнку от 4 до 8 лет и от родителей через поцелуи, общую посуду, немытые руки. И вот несколько лет после заражения никаких признаков болезни может и не наблюдаться. Однако воспалительные изменения в слизистой оболочке желудка уже идут, и в какой-то момент начинают появляться боли, расстройства. И чаще всего это совпадает с учёбой в средних и старших классах. Именно с тем возрастом, когда в жизни ребёнка появляются дополнительные предпосылки для возникновения гастрита. Большая психоэмоциональная нагрузка и пренебрежение к правильному питанию, когда обед заменяется чипсами, сухариками, запиваются газировками. Вот это одна из первых причин. И вторая причина, недавно учёные установили ещё вот эту вторую причину, с тем, что она связана с поражением поджелудочной железы. Вообще эта железа регулирует множество процессов в организме. В частности, она отвечает за кровоснабжение слизистой желудка и 12-перстной кишки. И стоит раздразить железу теми непосильными психоэмоциональными нагрузками, физическими переутомлениями, нерегулярным, неполезным питанием. Как начинает ухудшаться кровообращение слизистой оболочки желудка, на её поверхности появляются сначала кровоизлияния, а потом эрозия. И вот здесь появляются первые признаки гастрита. Это боль, отрыжка, чувство быстрого насыщения, переполнение желудка во время еды, снижение аппетита. И всё, как мы видим, чаще всего связано именно с психоэмоциональными нагрузками, неадекватными. Да, действительно, потому что дети очень часто жалуются на примеры, жалуются на то, что болит живот или желудок в те самые моменты, когда впереди контрольная, или очень много тестов, или у вас подготовка к каким-либо экзаменам. Потому что таким образом, да, наше с вами тело даёт сигналы, да. Дети защищаются от... Да, слишком большая нагрузка. Мама, обрати на меня внимание, помоги мне. И мы говорим про психосомактику чаще, когда обращаются сначала же к врачу, да, врач проводит обследование, и мы понимаем, что результаты и анализы хорошие, и всё, да, и боли продолжаются. И поэтому мы уже дальше направляем таких пациентов, да, к психотерапевту или к психологу. И слава богу, что сейчас есть психологические методы, с помощью которых можно эти вопросы, связанные с психосоматикой, да, решить, ну, или хотя бы облегчить. И этому нужно уделять огромное внимание. Итак, идём дальше. Первый класс. Смотрите, у нас ещё с вами осталось время. Май, июнь, июль, август. Вот в сентябрь прозвенит звонок, и наши первоклассники идут в школу. За это лето, что мы можем с вами порекомендовать, вот вы как врач, родителям, на что обратить внимание? Сейчас некоторые говорят, ой, у нас ещё есть лето, ребёнок ещё не читает, мы сейчас научим его читать, да? Как вы к этому вообще? Мы с вами понимаем, что за три месяца мы не научим ребёнка читать. Здесь в первую очередь нужно создать условия для полноценного отдыха ребёнку. Желательно, чтобы этот отдых совпадал с отпуском родителей, причём это не обязательно выезжать куда-то за пределы Кировской области. У нас здесь есть и замечательные санатории, в конце концов, все имеют садовые участки, где дети спокойно могут общаться со своими сверстниками и просто получать удовольствие, дышать свежим воздухом, получать полноценное питание, достаточное количество витаминов. И сейчас именно тот период, вот наступит лето, когда мы можем насытить организм всем необходимым. И вот в такой спокойной психоэмоциональной нагрузке, когда родители ни в коем случае не настраивают ребёнка, что вот ты сейчас пойдёшь в первый класс, тебе нужно быть таким... Что школа это, да, тот самый... Ты должен быть тем более отличником, ты должен хорошо учиться. И возлагая такую ответственность на ещё не готовую психику ребёнка... И окрепшие плечи. Мы можем спровоцировать и уже в первом классе, и даже в первой четверти, и мы чуть об этом скажем позднее, возникновение заболеваний. Скажите, пожалуйста, вот тоже большая, наверное, клиентская у вас уже практика. Часто бывает такое, что родители, не реализовав себя в чём-либо, очень надеются, что эти амбиции реализует их сын или их дочь. И ребёнок проживает, вы видите, не свой собственный сценарий. Здесь главное для родителей, и это очень важно, нам нужно родителям понять, что для нас важнее. Для нас важнее реализовать свои амбиции, которые мы так или иначе всё равно пытаемся через наших детей протолкнуть, если так можно выразиться, в жизнь, либо для нас важно психологическое комфортное состояние ребёнка. Я бы даже сказала физическое. Часто бывает так, что, например, ребёнка отдают в первый класс в лицей, там, где он не справляется с этой ситуацией, а мама всю жизнь мечтала, или папа всю жизнь мечтал, чтобы было такое образование необходимо. Кстати, есть ли какие-то данные, может быть, какая-то статистика о том, что дети, например, в лицеях, для них нагрузка бывает больше, и они менее здоровы? Как вот это правильно сформулировать? Вы знаете, чтобы сказать об этой статистике, вот тут нужно обратить внимание на факторы риска, которые способствуют возникновению вообще болезней в современной школе. Здесь можно остановиться на следующих факторах. Это стрессовая педагогика, и причём она может иметь место не только в лицеях, естественно, и в обычных, в современных наших школах. А что мы подразумеваем с вами под стрессовой педагогикой? Давайте сейчас уже озвучим. Стрессовая педагогика, когда авторитарный стиль общения с учениками вызывает у некоторых неготовых психологических детей к неадекватной оценке происходящего в классе. Сюда как раз и нервные срывы присоединяются, да? И здесь могут быть и расстройства, опять же, пищеварения, и головные боли, и постихонечку формируется психосоматическое состояние, которое рано или поздно выливается уже в заболевание. Так вот, кроме стрессовой педагогики, авторитарного стиля общения с учениками, одним из факторов риска является интенсивная учебная нагрузка, несоблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. Здесь я имею в виду мебель, освещенность, воздушно-тепловой режим, режим труда и отдыха. Кроме того, отсутствие оптимальной системы физического воспитания, так называемый термин гипокинезии, отсутствие рационального питания и несформированная система здорового образа жизни в школе. То есть это, в принципе, везде может быть, да? Конечно. Независимо от лицея это или просто школа. И вот здесь статистические данные можно привести следующее, что, причём это доказано, что в школах, где практикуется авторитарный стиль общения с детьми, в полтора раза выше общая заболеваемость, а в 2-2,5 раза наиболее чаще проявляются пограничные психические расстройства, чем в тех школах по сравнению с теми школами, где имеет место демократический стиль общения. И это статистически доказанные результаты исследований. Поэтому мы с вами, да, если желаем ребёнку счастья и здоровья, да, должны чётко понимать, в какие руки мы отдаём своё чудо, своё чадо, да? Конечно. Здесь в этой связи можно обратить внимание на фактические учебные нагрузки в школе. Существуют нормы, предложенные научно-исследовательским институтом, Центром здоровья детей РАМ, это наше головное учреждение. И здесь нужно сказать о том, что в начальной школе нагрузка учебная должна быть не менее 7 часов в сутки, в средней школе чуть более 8, старшие классы чуть более 9 часов. Но если мы обратим внимание то время, которое дети тратят на подготовку домашнего задания, то у нас получается, что в сутки ребёнок начальной школы тратит на своё образование примерно 10 часов, ученик средней школы 12, а старшеклассник 15. А вот как вот это рассчитывается? Например, я знаю, что есть такая методика, алгоритм, который для начального звена свойственен, рекомендован, что ребёнок приходит, после школы отдыхает, потом открывает сначала учебник, читает теорию, а потом приступает к практике. И вот 20 минут он должен сделать за 20 минут один урок, это начальное звено, 15 минут отдыхает, потом 20 минут следующий урок. Причём всегда начинаем с самого сложного, а потом уже там всё легче и легче, которые предметы. Так вот в моей, например, практике и в практике моих клиентов за 20 минут столько задают в начальном звене, что за 20 минут дети не укладываются. Ну, во-первых, ещё и опыта мало, ещё же надо наработать этот самый опыт. Вот как вот можно определить, вот сколько учитель должен задавать ребёнку в начальном звене, сколько в среднем и сколько в старшем? Где это прописано? С кем ещё можно познакомиться? Вот по расчётам научно-исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей, подростков научного центра здоровья детей, например, по пятидневной рабочей неделе, если мы возьмём средний класс, в пятом, скажем, классе, то в эту неделю должно быть не более 28 уроков. Не более... при шестидневной это 31 урок. Ну, мне кажется, сейчас школы стараются это выдерживать, да? Но вот они вот на домашние задания задают намного больше, это моё ощущение, чем мы способны были выучить раньше даже. Здесь ещё очень важны индивидуальные особенности каждого ребёнка. Один из них, кто-то может справиться с домашним заданием и за 20 минут, а кому-то будет недостаточно и двух часов на подготовку. Да, ещё когда мы с вами начинаем подсчитывать, сколько ребёнок ваш занимается и учится, мы не забываем ещё складывать те часы с репетиторами, если у вас таковые имеются, да? Ну, конечно, если это начальная школа, и мы уже занимаемся с репетиторами, здесь уже можно задать, в первую очередь родители должны для себя определить, что мы делаем, если в начальной школе у нас уже к той непосильной нагрузке в школе, плюс, учитывая время, которое ребёнок тратит на подготовку домашнего задания, и мы ещё дополнительно приглашаем репетиторов, то, может быть, есть смысл от кого-то отказаться. И вообще, что нам важнее? Хорошие отметки в школе? Тогда давайте отказываться от дополнительных занятий. А если главное успехи ребёнка в музыке, в шахматах или в изучении языков, тогда давайте обращать, не будем обращать внимания на тройки. На тройки, да. Некоторые даже на двойки не совсем обращают на это внимание, да? Потому что мы, взрослые люди, понимаем, что оценка – это не главное. Ну что, идём далее. Итак, Наташа, вот добираемся мы с вами уже до среднего звена. Среднее звено. Сейчас официально у нас экзамены происходят только в девятом классе ГИА, да? И в одиннадцатом ЕГЭ. Но мы с вами понимаем, как мамы, о том, что каждый год всё равно наши дети в конце года сдают зачёты, сдают годовые, пишут какие-то комплексные работы, годовые контрольные и ещё много-много-много чего. При этом их даже не всегда предупреждают об этом сразу, точнее заранее. Они просто приходят и по факту говорят, вот-вот, вы сегодня пишите комплексную работу. Вот с точки зрения психологии я хочу сказать, что этот подход неправильный. Ребёнка обязательно, особенно у нас у всех дети повышенной тревожности, да? Их необходимо предупредить об этом для того, чтобы они уже, идя, были психологически готовы к тому испытанию, которое им сейчас предстоит пережить. Ну, что делать? Школы разные. Где, как уж получается, да? Как вы помогаете, я сейчас обращаюсь к вам, как к маме троих детей, как вы помогаете детям своим справиться вот с этим состоянием предконтрольной, перед экзаменом или с чем-то? Хотелось бы добавить, что и после четвёртого класса тоже сейчас ввели наподобие ГИА после девятого класса для того, чтобы оценить знания детей после окончания начальной школы. Конечно, важно, чтобы дети накануне были предупреждены о том, что на следующий день им придётся сосредоточиться и подготовиться к... будет та или иная контрольная работа. Наша задача, как родители, опять же, создать благоприятную психоэмоциональную обстановку в семье. Но вот здесь, перед контрольными, в частности, работами, мы, как родители, можем оценить те звоночки, те симптомы, когда мы можем заподозрить хроническое переутомление у ребёнка. Вообще, что такое хроническое переутомление? Если позволите остановиться на этих вот звоночках. Во-первых, ребёнок вечером не может долго заснуть, хотя зачастую ложится спать позже положенного времени. Причём младший ученик начальной школы хочет спать днём, но он уже задолго до поступления в школу от дневного сна отказывается. То есть вот эта проблема нарушения сна – это один из симптомов, который может нам дать понять о том, что не всё в порядке. А вы вообще считаете, что ребёнок до 6-7 лет должен спать днём? Я считаю, что это всё очень индивидуально. Если он хочет спать... Почему бы и нет, да? И, конечно, если организм готов и он переутомился, а что такое сон? Это отдых организма от накопившейся энергии излишней, усталость, которая снимается как раз после сна. Вот знаете, я по секрету расскажу, да, по секрету всему свету. Я до третьего класса приходила после школы и спала полтора часа. Для меня вот это было, похоже, такой нагрузкой, что у меня просто... Это как раз особенность, в том числе и нервной системы. И поэтому, когда у меня сейчас дети тоже ложатся днём спать, я понимаю, что всё, значит, так надо. Как важно, как они засыпают вечером. Если ребёнок сразу же, приложившись к подушке 5-10 минут, и он уже засыпает и спокойно спит, это замечательно. А если вводимся всё время, да, никак не можем улечься правильно, да? Что-то беспокоит или в туалет сходить. Возникают те или иные симптомы. Они уже для нас должны служить звоночком о том, что не всё у нас в порядке. Следующий момент. Это плохой аппетит. И он стал именно плохим. Когда ребёнок отказывается есть перед школой, а в лучшем случае берёт завтрак с собой. Здесь нужно последить за его весом. Одно исследование наших физиологов показало, что 60% первоклашек от переутомления похудели к концу первой четверти. А ведь это дети растут, и они вообще должны веса прибавлять. Нуждаются, да, 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 в этом. Далее третий момент. Когда дети садятся за домашние уроки, они не могут сосредоточиться сразу. Начинают копаться, перебирать бумажки, карандаши, ищут учебники. Учителя жалуются, что на уроках он вертится, не слушает объяснений, на вопросы отвечает не в попад. Вот опять же тот момент, который может нам подсказать на состояние ребёнка. И вообще с детьми надо разговаривать, обязательно обращать внимание на их эмоциональное состояние. И вот здесь, по моему личному мнению, многие родители, когда встречают детей из школы, они задают вопрос примерно такой. Какие у тебя сегодня оценки? Или как у тебя прошёл день? А ребёнок, какой день? И какие оценки? Может быть, не всегда важно в первую очередь сказать об оценках, а спросить, как у тебя просто прошёл в день? Или какие хорошие сегодня дела ты сделал? Кому ты сегодня помог? Вот какие-то более общие? Или что интересного у тебя было? Что нового ты сегодня узнал? Что больше тебе понравилось? И вот в процессе такого разговора мы сможем выявить, где у нас те или иные промахи, и детей надо уметь слушать. А самое главное – желание родителей воспитывать детей. Воспитание – это не просто одеть, накормить, уложить, спать. Обучить. А вот эта духовная, психоэмоциональная взаимосвязь, пожалуй, должна быть на первом месте. Да, вот сейчас, наверное, я вставлю свои пять копеек по поводу того, что мы очень активно развиваем ребёнка во время детского сада и начального звена. Мы занимаемся физическим развитием, мы занимаемся интеллектуальным развитием. А вот тема эмоционального развития у нас всегда по остаточному принципу. И в итоге мы с вами видим, когда вырастает ребёнок, он развит интеллектуально, он развит физически, но всё, что связано с эмоциональным миром, это для него просто закрытая тема. Потому что у меня и родители не эмоционируют ни по какому поводу. Или если у них только одна реакция, начинают сразу же кричать, что-то мне доказывать или объяснять, кто я, что я и чего я стою. Поэтому, может быть, родители не учили этому, поэтому и детей мы не можем этому научить. Но сейчас и современная школа требует достаточно высокий интеллектуальный уровень развития детей. Конечно, родители стараются быть в ногу со временем, их тоже нас можно понять. Мы, конечно, должны, и мы хотим, чтобы наши дети были умнее, и они будут умнее, чем мы. Да, но надо, чтобы и дети были адекватно реагировали на всё происходящее, чтобы у них была эмоциональная сфера намного глубже, шире, развита. А вот здесь комфортная обстановка именно в семье. Когда за ужином мы можем обсудить те или иные накопившиеся вопросы или проблемы в течение дня. Когда родители делятся своими переживаниями. Конечно, объясняя детям на том языке, на котором они смогут воспринимать эту информацию, но чтобы дети понимали, что у родителей есть проблемы, что у них тоже не всё хорошо, мы такие же люди, как и они. Конечно, и тоже имеем право на ошибки. Потому что сейчас перейдём, наверное, тоже к комплексу отличниц, отличников. Я ещё вот остановлюсь на четвёртом звоночке, звоночке симптома хронической усталости. Значит, мы сказали о нарушениях сна, о плохом аппетите у ребёнка, о том, что он становится неусидчивым и не может сосредоточиться. Четвёртый момент, когда младший школьник становится чересчур возбуждённым, подвижным, подросток постоянно грубит. Вообще, подвижность ребёнка – это защита от перегрузок, а грубость в подростковом возрасте, как правило, это признак эмоционального дискомфорта. Ну и последний звоночек – это тот симптом, когда у ребёнка часто болит голова, может подниматься артериальное давление. Причём скачками давления от перегрузок особенно страдают девочки. Ну, среди мальчиков тоже такое встречается. При норме верхнего показателя примерно 80-100 мм тутного столба у младшеклассников. От непосильной школьной нагрузки давление может подниматься до 115-120. При этом ребёнок без конца простужается. И тут вопросы закаливания. Почему-то у родителей проходит как-то мимо. Все знают, что нужно закаливать детей. Но лишь 5-6% действительно занимаются закаливанием. Это огромная проблема. Вот сейчас у нас в современной школе многие родители считают, так, конечно, он у нас бегает босичком дома, так мы же на даче, где-то на каком-то приусадебном участке. Мы закаливаемся. А вот давайте мы сейчас тему закаливания. Расскажите нам, пожалуйста, вот сейчас очень много родителей слушают нашу программу, потому что я там в социальных сетях везде уже предупредила, что сегодня будет программа посвящена именно этой теме. Это же ведь не только физически, да, на физическом плане мы с вами закаливаем ребёнка, но мы и сразу же, и духовно, я бы сказала, тоже, да. То есть это определённый режим, да, это определённая система, по которой родитель и ребёнок взаимодействуют. При этом, наверное, надо ребёнку обязательно объяснять, для чего мы это всё с тобой делаем. Ну, конечно, существуют виды воздушного закаливания, вот когда родители говорят, что малыш раздетый у нас, бегает и дома, и где-либо на улице, и методы водного закаливания. Но когда мы говорим о закаливании, давайте не забывать в первую очередь о нас с вами, о родителях. Мы должны являться примером во всём. И если вы обливаете ребёнка, ну вот если мы говорим о водном закаливании, а сами никогда не обливались и вообще к этому относитесь достаточно брезгливо, ребёнок никогда не примет закаливание так, как это должно быть, и для него это будет просто процедура неприятной, крайне неприятной. И как только не будет систематичности, а если родители не настроены, то и хватает на неделю, на две, затем они это потихонечку бросают, и ребёнок с радостью успокаивается, естественно, об этом не напоминает. Начинать надо с родителей. Вот если родители ведут здоровый образ жизни, если они сами закаливаются, ведь когда мы говорим о закаливании, это не значит купаться в проруби зимой. Этим можно заниматься дома после принятия душа. Водные методы закаливания их достаточно много, и на своём приёме, в частности в семейной клинике, я и мои педиатры, мы, конечно, можем более подробно рассказать каждому родителю индивидуально. Как это делается? Но это совершенно не имеет никаких сложностей. Самое главное для родителей понять, что должна быть система ежедневно, или хотя бы два-три раза в неделю, заниматься закаливанием, об этом знать, помнить и начать в первую очередь обливаться самим родителям. Ну вот ещё одно доказательство, что здоровая психика всегда базируется на здоровой физиологии. Без этого никуда не деться. Поэтому, когда нам хочется помочь ребёнку своему, чтобы он был успешным, здоровым и счастливым, мы предпринимаем все усилия. Ну что, идём дальше. Всё-таки хотелось бы мне сейчас озвучить тему комплекса отличниц или отличников, да, у нас таковых тоже очень много. Что это за... С точки зрения физиологии вы расскажете, а я с точки зрения психологии. Ну, когда мы говорим о болезни отличника, здесь, конечно, в первую очередь обращаем внимание на заболевание глаз, близорукости, миопии. Причём статистика показывает, что чем позже возникает близорукость, тем медленнее она будет развиваться, и тем меньше достигнет величин, тем реже дастся сложнение. Если мы хотим, чтобы наш ребёнок видел всю жизнь хорошо, или уж если ему суждено надеть очки, если родители страдают миопией, так чтобы он их надел как можно позже, мы поговорим о пяти золотых правилах профилактики. Очень коротко и чётко. Первое. Почаще давайте глазам отдых. Если у ребёнка хорошее зрение, то он должен делать перерыв в занятиях каждые 30-40 минут. Если же слабая близорукость уже наступила, то каждые 20 минут. Причём 10-15 минут отдыха – это когда он бегает, прыгает, смотрит в окно или делает гимнастику для глаз. А не в телевизор и в гаджеты. Как это ни печально, но смотреть телевизор он может только в выходные дни, когда у него нет уроков. Представляете, пять часов напрягать глаза в школе, причём уроки физкультуры и пения мы не считаем, два-три часа дома – это нагрузка, которую не может выдержать ни один растущий глаз. А за компьютером школьник может проводить не более 15-20 минут в день. Если работу за это время не выполнить, то её нужно разбивать на части и через каждые 10-15 минут делать перерыв для глаз. Казалось бы, очень несложные способы профилактики. Но как сложно? Родители уже сейчас схватились за голову и думают, боже, как же мне всё это выдержать, как мне всё это донести до ребёнка, прежде всего, да, объяснить ему ценность. Это наша задача. Вот она, наша задача воспитательная. Следующий момент профилактический. Книжку или тетрадку ребёнок должен держать на расстоянии 40 сантиметров от глаз. Причём именно при таком расположении меньше всего деформируется глазное яблоко. Ну, момент третий. О закаливании ребёнка, чтобы он как можно меньше болел. Здесь нужно бегать, плавать, играть в теннис, заниматься именно спортивными методами воспитания. Мы тоже говорим уже о воспитании детей. Как это ни, может быть, не печально. Далее нужно в рацион ребёнка включать полезные продукты. Какие же это? Это творог, кефир, отварная рыба, говядина, говяжий язык, индюшка, крольчатина, морковка, капуста, черника, брусника, клюква, что нам совершенно доступно. Обязательно зелень. Петрушка, укроп в самых неимоверных количествах. Не навредите. Я сейчас тоже представляю, как дети говорят, ну, а мы же зелень не едим. Ну и последнее. Если мы всё-таки не сберегли глаза старшего, постелите соломку младшим детям, не учите их читать раньше пяти лет и не отдавайте в школу ранее семи лет. Вот эта позиция мне очень близка, и я тоже всегда настаиваю на то, что до пяти лет мы ребёнка не учим читать. Всё нужно делать вовремя. А ещё дети начинают учить иностранный язык. Это совершенно, конечно, отдельная тема, когда неправильная ещё постановка своих русских звуков, слогов, недостаточный словарный запас. И здесь родители подключают. А сейчас очень модная тенденция, когда мы говорим о восточных языках, японский, китайский. А это полностью, по-моему, даже перестройка, да, голосовых, как всё, да? Здесь, конечно, здесь же подключаются уже звуковые навыки общения, голосовые именно изменения. Очень, конечно, жаль родителей, которые, опять же, реализуют свои... Амбиции через своих собственных детей, да? Ну, и всегда родители говорят, может быть, он мне лет через 20 скажет, огромное спасибо, папа, что ты меня именно туда направил, да? Ну, как я всегда отвечаю, поживём-увидим. Поживём-увидим. Итак, дети растут, дети развиваются, и мы с вами понимаем, что родительство – это, конечно же, счастье, но это огромный-огромный труд. Ответственность. Да, и ответственность. И вот ребёнок подходит к экзаменам. Кто-то в девятом классе эти экзамены сдаёт, кто-то в одиннадцатом классе. Как же пережить предэкзаменационный стресс? Причём я вот, например, по своим клиентам вижу, что иногда бывают родители в большем стрессе, нежели дети. Дети говорят, да ладно, куда это всё денется, конечно же, сдадим, да? А родители каждый раз напоминают детям о том, что это – ты не имеешь права на ошибку, это очень ответственный и важный шаг в твоей жизни. Давайте сначала начнём, наверное, перед. Перед экзаменом вы понимаете, что ваш ребёнок, например, пошёл в девятый класс и там в одиннадцатый, да, у вас есть ещё год. Как можно помочь ребёнку достойно этот год прожить, так, чтобы потом не в попыхах нанимать репетиторов там, да, не в попыхах, не вот в этом предэкзаменационном стрессе проживать, потому что у меня есть опыт моих знакомых, которые говорят, что мы похудели всей семьёй, потому что это же семейная система, да? Вот мы желаем удачи ребятам перед экзаменами, да, но Николай Ильич Павлов сказал о том, что удача приходит к тем, кто к ней основательно подготовился. Так вот, к хорошим результатам экзаменационных работ, конечно, нужно подходить постепенно. Не говоря уже о том, что мы должны физическое состояние детей контролировать и систематически посещать и педиатра при возникновении у вас тех или иных вопросов, когда заниматься, кроме тем, что мы должны заниматься профилактикой нарушения зрения, обращать внимание на различные головные боли, ведь не всегда это всё-таки психосоматические нарушения. Здесь нужно дифференцировать, и тут необходима помощь специалиста. И обращать внимание на нарушение осанки у детей, а это главный бич современного школьного образования в том, что дети мало двигаются. Я здесь не говорю о том, что, конечно, 9, 10, 11 класс, дети вот тут уже подключают, родители подключают различного рода репетиторов. Но надо тоже понимать и давать себе оценку в том, что ребёнок должен, а это всё ещё ребёнок, он должен достаточно спать и отдыхать, дать возможность детям в комфортных условиях провести выходные дни, провести место вместе время с семьёй, либо посещение... Каких-то музеев, театров, ещё что-то, там, где можно сменить обстановку. Ни в коем случае не затрагивать в эти периоды разговоры об оценках и о предстоящих экзаменах. Дать ребёнку возможность почувствовать наслаждение от жизни, что как же это здорово, когда мы все вместе, и тогда с теми трудностями, которыми ему придётся столкнуться завтра, послезавтра, он их будет переживать намного проще, понимая, что у него такой тыл за плечами. И будущее, конечно, зависит от нас с вами. Вообще все проблемы наших родителей, наших детей, это в первую очередь проблемы нас с вами. Если мы вовремя не выявили, я как с точки зрения врача могу сказать, то или иное состояние, пеняем сами на себя. Это действительно так. Итак, одна из главных причин предэкзаменационного стресса это ситуация неопределённости. Ребёнок ещё сам, да, у него какое состояние? Он ещё, он вроде бы уже не ребёнок. Некоторые говорят, 11-летние, да, 11-классники. Какой я вам ребёнок, да? Но он ещё и не взрослый. Возможно, он физиологически уже обладает всеми теми нормативными. Он созрел и именно физически, но его психологическая подготовка к взрослой жизни, конечно, во многом будет зависеть от атмосферы в семье, от нас, родителей. Да, и поэтому мы сейчас ещё с вами говорим, для тех, кто в этом году пойдёт в 9-й и в 11-й класс, мы говорим о том, что тут тоже нельзя одного ребёнка оставлять и говорить, ну, ты справишься сам, вот давай, выплывай, как хочешь. Да, поэтому родители должны чётко понимать, что мы заблаговременно вместе знакомимся с правилами проведения этих экзаменов, да, сопровождаем ребёнка в течение всего года. Вот так, знаете, ненавязчиво, да, но быть рядом со своим. Это не значит, что его вести за ручку в школу. Конечно, нет, это совсем другое, да. То есть мы садимся все вместе, всей семьёй и определяем, какие экзамены ты собираешься сдать, то есть даже выбор. Это выбор, конечно же, ребёнка, но ребёнку, например, в 14, ну, в 15 лет и в 18 не всегда бывает чётко понятно, от чего я хочу, поэтому обсуждается это всё на семейном совете. Вы со мной согласны? Конечно, мало того, что это обсуждается, кто, как не мы, родители, сможем уже даже в начальной школе понять те или иные склонности, наклонности, какой предмет больше ребёнку нравится. Давайте обращать тоже на это внимание. Кому-то нравится математика, но тут уже можно предположить, куда ребёнок пойдёт в будущее. Да, и какие успехи, да? Если же некоторые родители говорят, ну, мы никак не можем определиться, у нас там лирик или физик, да, я говорю, всегда есть профориентационные тесты. Давайте смело проходить и смотреть, какие варианты будущих профессий у вас есть. Сейчас уже даже с 4 класса уже есть целая проектная студия, которая ведёт ребёнка вашего, да, опираясь на те сильные качества, те компетенции, которые у ребёнка уже есть. И вот здесь мы с вами, родители, кто, как не мы, можем в первую очередь направить и понять, что больше всего нравится нашему ребёнку, где он получает больше, от чего получает больше. Удовольствие, где он достиг успехов. Конечно, замечательно, что есть возможность прохождения тех или иных психологических тестов. Но давайте ещё раз я на этой мысли хочу остановиться, что воспитание, всё-таки воспитание детей, это очень серьёзное, глубокое состояние. Это не проблема, а это именно должно быть желание родителей заниматься детьми, не просто давать им возможность вырасти, накормить и как-то финансово поддержать, а именно духовную связь. А вот как раз эта самая духовная ниточка после уже 18-19 лет, она может уже пропадать. Когда ребёнок от нас не зависит, не экономически, уезжает в другой город, и он может не звонить месяцами родителям. А родители обижаются. А на кого мы обижаемся? Мы получили с вами то, что мы получили. Итак, прямо у нас остаётся очень мало времени, но хочется ещё обсудить вот что. Какие тоже, прямо такими пунктами, да? Вот как вы относитесь, например, часто бывает, что родители не понимают, почему ребёнок начинает учить активно уроки ближе к вечеру. А вот утром он никак, его будет рано утром и заставляют, ну давай, ты сейчас стихотворение выучу, там ещё что-то. Вот как вы присматриваетесь к своим собственным детям? У вас есть жаворонки, совы, есть голуби. Вот это имеет значение, даже при подготовке к экзаменам, какие особо активные, продуктивные часы? Мы к этому прислушиваемся у ребёнка? Особо имеет значение, в первую очередь, режим дня. Вот как мы с вами, родители, сформировали, сформулировали для ребёнка этот режим дня, во сколько мы встаём, когда мы завтракаем, когда у нас учебный процесс. Мы все знаем, понимаем, что в первой половине дня информация усваивается лучше, необходимы перерывы, и во время занятий в школе должны быть пятиминутки физические. Мы это всё слышим и всё знаем. Но... В практику мы это часто не используем, да? Очень часто. Дети страдают именно отсутствием оптимальной физической нагрузки. Они должны набегаться, напрыгаться, они должны, в конце концов, устать, чтобы... И вот тут момент, если мы говорим о подготовке даже уроков, конечно, ребёнок должен закончить за час, за полтора до сна. Он уже должен закончить все свои уроки, а затем уже заниматься либо чтением книг, причём не входящих в школьную программу, игрой со старшими, младшими братьями. Тут о телевизоре, конечно, речи быть не должно. Вот то время, когда ребёнок может пообщаться с родителями, поиграть в шахматы вместе, сесть, поиграть в настольные игры. Это всё в наших руках, если только родители готовы заниматься этим. Также при подготовке к экзамену очень важно ребёнка научить самоорганизационным моментом, да? То есть, вот, например, в начале года можно сразу же сесть и прописать о том, что, например, по вторникам и средам ты учишь, там, вот, готовишься к этому предмету, чтобы у ребёнка не было состояния, а, например, по четвергам и пятницам вот к этому предмету, да? Это идеально, когда есть режим. Режим. И причём вот режимный момент, вот с вечера ребёнок должен готовиться в школу, независимо от того, в каком он классе, с вечера он должен собрать вещи и ту одежду, в которую он пойдёт утром, чтобы с утра, проснувшись, он мог только умыться, позавтракать и спокойно, одевшись, уйти в школу, чтобы не было вот этого уже нагнетания с утра агрессивного психологического дискомфорта, который создаём чаще всего и мы, родители. А мы можем этого избежать, подготовив всё с вечера. И одежду, и наши рюкзачки поставить в коридор, и мы спокойны, и ребёнок знает, что он с утра встаёт, в хорошем настроении проснулись, обязательно детей целуем, обнимаем. Как можно чаще. Психолог, конечно, меня поддержите, как нужно часто их целовать и обнимать, и гладить по головке. И говорить о том, что мы в них верим, да, потому что чаще всего все те страхи, которые мы озвучиваем нашим детям, это наши собственные страхи, и они никакого отношения к нашим детям не имеют. И так пробил тот час, когда завтра уже экзамен. Как эти сутки перед экзаменом правильно прожить? Забыть. Забыть на какой-то период времени о том, что завтра предстоит сложный день, создать спокойную обстановку в семье, посидеть, поговорить, даже, может быть, вспомнить о тех положительных моментах, которые были в жизни, которые ребёнку доставляли удовольствие, получить эмоциональную поддержку от всех своих близких, лечь, спать как можно раньше, по возможности в 9, полдесятого, так чтобы организм успокоился, настроившись на завтрашний день, и терпение, удача. Действительно. И ещё самый важный момент, как мы вчера смеялись вместе с моим подростком, сыном сдал зачёт, пришёл, говорит, 3-4. Я говорю, ну и что ты сделал? Он говорит, мам, ты знаешь, ты мне сказала, попей за полчаса до этого воду. Я её попила. А всё для того, что мы же с вами знаем, что именно водный баланс, он тоже важен для нашего организма. А это отдельная тема разговора, поскольку мы все, опять же, знаем, что мы должны употреблять определённое количество жидкостей, как взрослые, так и дети. Но как правило, как правило, это соблюдают очень мало детей. Да, но я ему на примере сказала, что если ты хочешь, чтобы правильный мозг работал, должна быть хорошая водная составляющая. А с утра наш надо день начинать со стакана тёплой воды, а после завтрака с опорожнения кишечника. Вот видите, как всё здорово. Ну что, экзамены – это всего лишь маленькая часть на нашем жизненном пути. Будем об этом помнить. Необходимое, но... Конечно, и поэтому мы всегда поддерживаем наших детей. Что бы ни происходило, каким бы образом ни развернулась та или иная ситуация, вы всего лишь любящий родитель, да? Мы не всемогущие. Но, тем не менее, вот этой самой любовью и поддержкой мы иногда творим чудеса. Ну и, как сказал наш главный педиатр Российской Федерации Александр Александрович Баранов, между прочим, урожение от Святской губернии, мы не можем заниматься взрослыми, не занимаясь детьми, сохраняя здоровье детей, сохраним здоровье нации. Вот на этой ноте мы сегодня и закончим. Спасибо большое. У меня сегодня в программе «Практическая психология» была Бибякина Наталья, заместитель главного врача по педиатрии, врач-педиатр, кандидат медицинских наук лечебно-диагностического центра Верес. Ну а я, практикующий семейный психолог Надежда Бушмилева, всем вам желаю счастья и любви. Терпения, здоровья и всем нам оптимизма. До свидания. До свидания. Практическая психология